И так же, что я купила? Давайте рассмотрим. Во-первых, я купила новинку за 199 рублей. Что это такое? Это подсвечник в стеклянной колбе. Производитель у нас Китай. И состав стекло, дерево и сталь. Стекло это сам подсвечник, сталь это на чем стоит и дерево, ну как бы подставка. Это стиль лофт. Продается он вот в такой вот тубе, то есть упаковка. При покупке желательно внимательно рассмотреть, потому что удалить его нельзя и рассмотреть вот так. Какие могут быть проблемы? Сейчас я вам сразу расскажу. Упаковку уберем. Во-первых, бывает немножко с браком сама подставка. Она бывает треснутая, лопнутая. И аккуратненько рассмотреть. Сталь бывает вот эта вот кривовато, но в принципе не проблема, можно ее выпрямить. Но все равно внимательно смотрите. И самое главное, вот эта колба, чтобы она не была разбита. И как я буду использовать этот подсвечник? Давайте посмотрим. Во-первых, снимаю колбу, ставлю сам подсвечник, свечу. Свеча может быть шире самого основания металлического, может быть не шире, может быть уже. Но главное, чтобы помещалась вот сюда. Потому что узкую, маленькую поставить, высокую, варианта никакого. Она будет падать. Затем одеваем колбу. Вниз я насыпала камешки, которые продаются в пластиковых тумбах в фикс-прессе. Там есть крупные, есть мелкие. И зажгла. И я сейчас погашу свет. Очень красиво смотрится. Снизу камни. Сверху свеча. И в стеклянной колбе. Очень красиво, если честно, нежно и романтично. Что еще хочу сказать. Если кто-то хочет сэкономить, не покупать камешки в магазине фикс-пресс, вот эти вот, ну там крупные, мелкие. Можно сюда засыпать песок. Обычный песок тоже будет хорошо смотреться. Можно, кто отдыхал, допустим, в этом году на юге, не побоялся вируса. Тот мог набрать камешки или ракушки, тоже сюда засыпать. Можно вообще бусинки, крупные, мелкие, засыпать вот так вот. И будет очень красиво. Пятерку этой покупки. Очень красиво, стильно. И я не очень люблю стиль лофт, но здесь он смотрится уместно. По хозяйственной части приобрела повторно, так как покупаю только его, антижир в фикс-прессе с расщеплением жира. Гелеобразный, но густой. Средство для чистки плит, микроволновых печей, посуды, кафельные плитки. Расщепляет жир на ура, копоть, нагар и удаляет пригоревшую пищу. 500 грамм. В упаковке пока только вот в такой. Так что я вам советую, если кто-то не может что-то отмыть. Покупайте. Дешево и приятно. Из новинок сахарницу или соломку за 55 рублей. Можно использовать и так, и так. Стеклянная сама соломка и из нержавеющей стали крышка с дозатором. Для кого-то удобно, для кого-то нет. Мне кажется, очень даже классно. Выполнен в виде такого полушара. Стильно смотрится на столе. Можно при желании добавить сюда, допустим, ни сахар, ни соль. Можно и специи цветные. Будет очень-очень красиво смотреться. Советую. 55 рублей. Давно смотрела и не покупала. В этот раз решила купить. За 55 рублей это нож для пиццы. Конечно же, китчен. Состав у нас нержавеющая сталь. И полипропилен. На что нужно обратить внимание при покупке этого ножа? Чтобы нож хорошо был закреплен. Не был искривлен. И не был поцарапан. При использовании снять предохранительную здесь пленку и вымыть его. Замечательный нож. Потом будем с вами печь и тестировать. И тестировать, тестировать. Самые выгодные, по-моему, покупки совершать в фикс-прессе по поводу моющих средств. Потом для ухода за собой. Это у нас за зубами. Это у нас колгейт. Тройное действие. 231 грамм. И стоит 99 рублей. Свежее дыхание. Я вообще зубные пасты очень люблю в фикс-прессе покупать. Так как они дешевле, чем в других магазинах. Но давайте посмотрим, будет ли зафольгировано. Нет, не зафольгировано. Вот в фикс-прессе зафольгирован. Мне кажется, только один производитель фольгирует. Это сплат. Я могу ошибаться, но все же я люблю, когда все закрыто, и никто не заглядывал ни в один кубик, кроме меня. Советую вам покупать уходовые средства за зубами, за руками, за ногами, за лицом. Но за лицом нужно выборочно. Так как у многих может быть аллергия. Кухончик. Три штуки. Это у нас губка для посуды. Люблю, уважаю. Сейчас вскрою. Покупаю только эти губки, так как они меня устраивают. Давайте посмотрим. Вот такая губка. Она очень приятная. Во-первых, с одной стороны она шершавенькая, с другой она прям мягенькая-мягенькая. И можно посудку, не травмируя, конечно же, наши тарелочки и чашечки мыть. С обратной стороны она немного шершавая, и можно, ну, хорошо отмыть, допустим, кастрюльку, сковородку. Я пользуюсь такими. Ну, единственное, знаете, ее ненадолго хватает. Но, в принципе, и не нужно одной губкой мыть целый год. Правильно же? Уменяем. Так, что далее? Далее я покупала вот такой вот от Kitchen. Это у нас роллер для теста. Уже тестировали. Я не утепела. Купила его и сразу же протестировала. Видео уже вышло. Так что смотрите. Это просто зачетная вещь. Здесь сменные вот эти вот роллы. Снимаем и вставляем в зависимости от того, что мы хотим, чтобы какой край у теста получился. Ровный, ребристый, с такими волнами. Вставляем между зубчиками и хорошо ходит. А те, которые нам, допустим, не нужны, мы как бы в ручку их помещаем. Кто не видел тестирование этого роллера, приглашаю, смотрите. Также прикупила и приспособление для выпечки гибкая лопатка. Зачем она нужна, скажете вы. Трата только денег нет. Как нам заявляет производитель, гибкая лезвие лопатки тщательно отделяет выпечку от стенок и дна глубокой формы. Мы когда печем, мы не можем оттуда удалить, допустим, какую-то выпечку. Не повреждает поверхность форм с антипригарным покрытием. Не царапает. Вот давайте откроем и посмотрим, что же это за чудо лопатка. При приготовлении пищи обязательно я вам покажу, как я ее тестирую. Эту лопатку выдвигаем. Это же классно, если она не поломается. Правда, гибкая. Ну, будем печь обязательно что-нибудь и протестируем. Потому что ножом, допустим, в форме, это будет неудобно. Мы форму поцарапаем, даже можем порезать. А здесь силиконовую форму. Я считаю, что неплохо. Единственное, я боюсь, что она может сломаться, эта лопатка. Но в тестирую мы не увидим. И в составе у нас пластик Нилу. Присмотритесь, если вам нужно, обязательно покупайте. Так, у нас маска. Маска черная, пузырьковая. Слышала я про такую маску, но слышала я о ней в подружке. У меня подруга покупала. Говорила, что неплохая. Но не этого производителя, девочки. Здесь у нас три в одном. Очищение, массажный эффект, питание. Маска тканевая, очищающая, с пузырьковым эффектом, питательная. Изготовитель у нас Чехов. Это Россия. Состав, ну, состав можно долго читать. Но скажу, что здесь у нас нетканное полокно. Косметическая сыворотка. И состав сыворотки вода, глицерин. Ну и все остальное. Так что будем тестировать. Она тканевая. И еще мы сегодня протестируем. Мне писали, что в фикс прайсе ни в коем случае не нужно покупать консервацию. Но консервацию имеется в виду консервы рыбные, мясные. Что там все ужасно. Я решила взять рыбные консервы. Доброфлот. Иваси. Тушка копченая в масле. 210 грамм. Масса. И что у нас здесь пишут? Консервы из копченой рыбы в масле. Ну, давайте попробуем. И у нас производитель находка. Обычно в находке ловят рыбу. И там же ее и упаковывают. Вот сегодня мы с вами вскроем. Посмотрим, что же там внутри. Итак, тестируем. Так, тестируем. Как я, девочки, люблю тестировать. Но тестировать люблю что-нибудь вкусненькое. А кто же знает, вкусненькое это или нет. Итак, давайте посмотрим. Находка. Приморский край. Что же вы нам тут... Чем же вы с нами поделились? Хотела я сказать. Очень много масла. Видите, сколько масла. Ну, и теперь давайте посмотрим, что за рыба нас ожидает. Так. Рыбка. Хочу сказать, крупная. Посмотрите, какая она крупная. И не каша мала совсем. Такая вот тушка хорошая. В этой баночке раз, два, три, четыре. Четыре кусочка. Ну, кусочки-то вы посмотрите, какие шикарные. Крупные. Приморский край. Трепещите. Пробуем. Всем миром. Все девочки пробуют. Может быть, даже и мальчики. Вы знаете, вкусно. Угу. Угу. Очень вкусно. Именно Доброфлот я вам советую. Но видела и в других магазинах сетевых продаются. Тоже консервы Доброфлот. Ну, а на это все. Пока-пока. С вами была. Конечно же, Светлана. Ммм. Отсюда пищу картошечку. Огурчик. Огурчик. Ммм. Вкусно. Люблю тестировать. Люблю. Еще бы меня позвали тестировать в какой-нибудь кондитерский магазин, где много-много тортов. Что-то я размечталась. Вот это все. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Пустиг frequency. Продолжение следует...